В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день мая с погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Кристина, вы являетесь участником инициативной группы «Жены участников СВО «Встанем за наших». Не так давно ваша коллега была у нас в гостях, она рассказывала, какие мероприятия вы проводите, в том числе ярмарки. Хотелось бы у вас узнать, вот сейчас конкретно какую работу вы делаете, какую помощь оказываете участникам СВО? Сейчас мы проводим сбор помощи от неравнодушных людей, делали сбор так называемых подарочков к 9 мая для ребят, это сладости различные, конфеты и так далее. Ведем сбор денежный на техническое обеспечение. Это то, что сейчас необходимо ребятам крайне больше всего. Они в этом нуждаются и просят этой помощи от нас. Как вы с ребятами взаимодействуете? Как вы с ними выходите на связь? Они конкретно говорят вам, что нужно им? Да. Как это происходит? Конечно, конечно. В основном мы сейчас работаем с командирами подразделений. Они выходят на связь, они либо пишут, либо звонят и просят о конкретных вещах. В основном это квадрокоптеры, это антидроновые ружья. А как вы это поставляете туда? Поставляем с помощью КАМАЗов, нам предоставляют КАМАЗы. Сегодня у нас радостное событие. Вернулась наша одна из админов, Оксана. Она ездила туда на передовую к ребятам. В субботу мы ее проводили. Ребята из Дагестана, Ислам и Шамиль, предоставили нам газель, сопроводили. И вот Оксана поехала вместе с ними и повезла груз ребятам. Побывала, увидела все своими глазами. Сегодня мы ее встретили, и для нас это большая радость. Здорово. Кристина, вы привлекаете местное население, чтобы они оказывали вам какую-то помощь? Конечно. Мы очень просим всегда людей, чтобы они были немножечко отзывчивее к вот такой общей беде. Не знаю, не беде. В общем, люди должны сейчас сплотиться. Мы пишем постоянно в соцсетях и в нашей телеграм-группе очень много неравнодушных, отзывчивых людей. Они нам помогают со сбором как гостинцев в плане продуктов, так и денежных. Все на добровольной основе, естественно. И мы очень хотим, чтобы люди понимали, что война не где-то там находится, где-то далеко, и что никого это не касается. Мы хотим достучаться до каждого, чтобы люди стали более отзывчивые, чтобы люди поняли, что эта помощь нужна ребятам. И они внуждаются в нас во всех. И мы должны объединиться сейчас. Ну что же, Кристина, я благодарю вас за участие в нашей программе, и я желаю вам успехов. Спасибо. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на черкесском языке. Затем также программы черкесской редакции. В 14.30 «Вести» Карачаева Черкесия с Аллой Динаевой. Всем удачного дня и встретимся завтра.